Привет всем, вы на канале Санита, с вами Настя Бабич и я подготовила для вас самые интересные новости на сегодня. Начинаем! Наверное, многие из вас уже обратили внимание, что в последнее время в Германии стало происходить все больше неожиданного, и она все чаще и чаще обсуждается в средствах массовой информации, и при этом в разных направлениях. И сегодня тоже не станет исключением. Германия становится идеальной средой для размножения бактерий и вирусов. Объясняю, вирусы в комарах, бактерии в озерах для купания, микробы в мясе. Изменение климата делает инфекционные заболевания растущей угрозой для Германии. Жара, засуха, экстремальные погодные условия становятся все более распространенными из-за изменения климата, а это представляет угрозу для здоровья. Среди всего прочего опасаются увеличения количества азиатских тигровых комаров, и это в Германии. В последние годы наметились четкие тенденции увеличения количества некоторых чувствительных климату патогенов. В общем, по всей видимости, у экспертов есть предположение, что в ближайшее время в Германии может появиться множество неприятных неожиданностей. Правительственный лайнер ФРГ стал воздушным такси для глав МИД стран Европы. На днях в Осло состоялась встреча глав МИД стран НАТО, а сразу после нее – саммит министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря в Висмаре. Совет объединяет все страны, выходящие к этому морю. Кроме России, она покинула организацию год назад. Глава МИД Германии Анна Лена Бербак вылетела из Осло в Висмар на правительственном авиалайнере Airbus A321. Она взяла с собой на борт коллег из Швеции, Дании, Эстонии, Исландии и Литвы. Во время полета они вместе перекусили и обсудили повестку грядущей встречи. Как пишет Билд, самолет стал воздушным такси для министров. Тем самым они сэкономили на расходе авиатоплива, внеся вклад в защиту климата. Кстати, неожиданная ситуация произошла с климатическим активистом Швеции. Климатических активистов, которые выбежали на сцену телешоу Швеции, сбил операторский кран. Инцидент произошел в финале популярного шведского танцевального шоу. Два человека, занявшие места в зрительном зале, выбежали на сцену и стали разбрасывать порошок желтого цвета. Акция закончилась так же неожиданно, как и началась. Активиста с плакатом сбил операторский кран с закрепленной видеокамерой. И пока климатические активисты спасают мир путем разбрасывания всяких химических веществ и приклеивания себя к всевозможным опорам, мы с вами поговорим о делах насущных. Итак, мы с вами уже говорили о кризисе относительно повышения стоимости жизни в Германии, где люди уже не могут позволить себе прежний уровень жизни и теряют покупательскую способность. И похожая проблема коснулась и Польши, где с оттоком украинцев также возникли проблемы с понижением экономических показателей. Но это не конец. Теперь с подобными проблемами столкнулась и Британия. Количество краж в розничной торговле сильно увеличилось за последний год по причине увеличения стоимости жизни. А покупатели стали замечать уже бирки безопасности на повседневных продуктах питания. Все это объясняют резким ростом инфляции. Бирки безопасности, которые не дадут вынести неоплаченный товар из магазина, крепятся уже не только на дорогих продуктах, но и на продуктах повседневного употребления, например, на масле. Магазинам приходится применять такие меры. На полках с кофе стоят муляжи, а настоящий продукт выдают сотрудники магазина по запросу. И это произошло после того, как кофе подорожал на 13% банка. Такие же чипы стоят и на детском питании, на молоке и даже на батончиках, которые подорожали с фунта до 2,5. И эту проблему уже поднимают британские журналисты. Становится не по себе после такого прочитанного. Кто живет в Британии и смотрит это видео, поделитесь, пожалуйста, информацией, что за паника в средствах массовой информации. Неужели действительно все настолько плохо? А тем временем Германия продолжает реагировать на понижение уровня жизни забастовками. Профсоюз Верди объявил о проведении предупредительных забастовок в секторе розничной торговли в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт в ближайшие дни и недели. Причиной является текущий спор о заработной плате. Профсоюз требует повышения заработной платы с июня на 2,5 евро в час и увеличение заработной платы стажеров на 250 евро в месяц. Все это должно продолжаться в течение 12 месяцев. Как сообщается, работодатели предложили повышение заработной платы в несколько этапов. На 3% в первый год, на 2% во второй год и на 2,5% с марта 2025 года. Кроме того, работники должны получить компенсационный бонус в размере 1000 евро, который будет выплачиваться в течение двух лет. Согласно этой информации, как мы понимаем, покой Германии только снится. А тем временем, благодаря украинским беженцам, население Австрии впервые превысило 9 миллионов. Такую статистику сегодня опубликовали власти страны. На начало 2023 года в Австрии проживали 9,1 миллиона человек. Это максимальное значение за всю историю Второй Австрийской Республики, то есть после Второй мировой войны. Власти называют основной причиной роста населения приток украинцев. Всего в 2022 году в страну прибыло 137 тысяч беженцев. Это больше, чем в разгар миграционного кризиса в 2015 году. Из них 67 тысяч из Украины. Вене отмечают, что без беженцев население страны продолжило бы сокращаться. Уровень рождаемости за последний год упал на 4%, а смертности вырос на 1,5%. Кстати, недавно Федеральное статистическое управление в Висбадене также сообщило, что доля детей в населении Германии увеличилась. Одной из причин такого развития событий называют повышение рождаемости в Германии в определенный период. Это вся информация, которой я сегодня хотела бы поделиться с вами. Если вам понравился этот выпуск, то поставьте лайк в знак благодарности. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. И до следующего выпуска. Ну и как обычно, давайте вежливо и культурно обсудим сегодняшние новости в комментариях под этим видео. Пока!